Мы не знаем, сколько появится у нас инвалидов, мы не знаем, сколько появится бомжей, мы не знаем, какие проблемы могут возникнуть. С точки зрения финансирования, как Вы определяете, хватает ли денег? Вы знаете, по вопросам финансирования как раз у нас здесь обработано. Здесь у нас средств хватает. Область постоянно у нас находится, и плановый экономический отдел постоянно производит расчеты. Мы ежеквартально мониторим всю ситуацию. Ситуация вся подконтрольная. Также по отделению, то есть мы постоянно заказываем потребность, в чем мы сдаемся. Также по отделению, допустим, отделения бомж. Здесь мы же отрабатываем комплексно, мы отрабатываем с другими территориями. И на сегодняшний день, как быстро мы отработаем, тем быстрее мы вернем человека в общество. Здесь мы должны, вот если раньше, когда мы только открывались, нам было сложно, в том плане, что мы только начинали эту работу. А на сегодняшний день, благодаря тому, что уже все у нас, не все, конечно, так нельзя сказать, что у нас отработано, здесь мы уже видим свои количественные показатели. Мы постоянно об этом говорим. Межеквартально мы подаем по количеству, по требностям у нас Департамент социального развития запрашивает. И здесь мы... Вы можете оказывать помощь, или это только депутаты делают областной думы? Нет, такой, не то чтобы финансовый запас. Это работа просто текущая, плановая, поэтому она осуществляется. В законодательстве у нас действуют показания материальной помощи адресные гражданам, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Финансирование материальной помощи у нас осуществляется еще средством областного бюджета. Здесь решение может быть приниматься как управлением социальной защиты населения, показания материальной помощи человеку, который обратился к нам. Департамент социального развития такое решение может быть принято в зависимости от разных сон. Используются резервные фонды депутатов. Депутатов областной думы, это прежде всего Майера Владимира Яковлевича, Барышникова и Казанцева. Вот как бы три депутата работают с нашей территорией. Это тоже, скажем, подспорье неплохое, в принципе. И еще одним источником она появляется средство муниципального бюджета. Это тоже муниципальный бюджет оказывает, как правильно сказать, лимит. Резервирует оказание материальной помощи, чтобы можно было людям помочь. То есть комплексно получается. И, в принципе, скажем так, у нас достаточное количество людей получает материальную помощь. Скажите, инвалидам общества. Вот насколько возможности такие у вас сегодня есть? Ведь раньше вы этим не занимались, вопросом. У нас инвалидами как раз мы занимались. Просто немножечко другие полномочия на сегодняшний день дали. То есть это прием граждан. И здесь идет по реабилитации инвалидов. У нас в отделении есть социальная реабилитация инвалидов. Это те граждане, которые приходят к нам, получили первичную инвалидность. И они приходят, им выдали инвалидность, индивидуальную программу реабилитации. И они пришли к нам. И мы уже комплексно с ними отработали, с ведомствами отработали. Мы посмотрели, что необходимые технические средства реабилитации. Значит, мы приняли все документы, что протезы, инвалидные коляски, в общем, все технические средства, которые ему показаны, чтобы он получил. И он пришел в одно место, и мы бы его направили. Вот здесь вы можете у нас пройти реабилитацию. Здесь вы, значит, можете в комитет обратиться по физкультуре и спорту. Пройти физкультурные какие-то мероприятия. У нас есть УФК, у нас есть трудотерапия. На сегодняшний день у нас, если раньше ходили, у нас была такая проблема, да, Елена Васильевна? К нам ходили пожилые пенсионеры-инвалиды. В основном. В основном, да. На сегодняшний день у нас люди знакомятся, инвалиды, создают семьи. Значит, и они у нас, можно так сказать, это второй их дом. То есть они приходят, они знают, что они получат полное понимание и своему заболеванию. Значит, они от нашего внимания получат все, что им необходимо. Мы им покажем эту помощь в нашей сфере, потому что это люди не просто неравнодушные, это люди, которые имеют такие человеческие личностные качества, в которые приходят граждане и они им помогают. Это люди не злые, скажем так, люди, готовые отдать частичку своей души, частичку своей душевной теплоты, готовые прийти на помощь, готовые сопереживать. Поэтому, в первую очередь, это большая-большая благодарность всем, кто работает в наших учреждениях. И в преддверии праздника я хочу пожелать всем нашим социальным работникам здоровья, безусловно, и сохранения тех всех личностных, человеческих качеств, которые есть в каждом из всех, кто работает, и теплоты, счастья в семьях, чтобы были надежные ТВ, понимающие, потому что у нас иногда и неравнированный рабочий день, и эмоциональная перезагрузка, как в принципе и везде. Поэтому счастье, теплоты, внимания, любви близких, гармонии к каждому внутри и с окружающим миром. Я думаю, что мы многие задачи и проблемы сможем решить.